Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео, я думаю, что пригодится для каждого человека, который собирается приехать в Польшу, а также для тех людей, которые актуально находятся здесь сейчас. Если вам это будет интересно, то продолжайте смотреть это видео дальше. Итак, каждый сейчас знает, что рассмотрение дела по карте временного побыта длится просто нереально долго. Что касается статистики, то в большинстве воеводствах из 10 дел только 9 отказа и один получает положительную децизию. Это сейчас усугубило очень сильно ситуацию на рынке труда, а также для получения ВНЖ это создает некоторые проблемы. Многие люди начинают расстраиваться и думать вообще, стоит ли переезжать в Польшу, нужно ли это делать и как дальше быть. И сейчас очень много в итоге на фоне этого появилось разных мифов. Конечно же, появилось очень много людей-подрядчиков, которые на этом плюс еще и зарабатывают. И дабы не попасться на какие-то лаповки, можно так сказать, на какие-то обманы, я хочу вам сегодня предоставить несколько путей, несколько способов, как же все-таки ускорить ваши дела по карте временного побыта и намного быстрее получить долгожданную карту. Первый способ – это, конечно же, еще когда вы находитесь на территории своей страны. Перед тем, как переезжать в той или иной город Польши, то вы должны перед приездом уточнить все детали, то есть где находится ужин по делам иностранцев, как происходит запись, есть онлайн, есть подача через канцелярию, либо же живая очередь. Как это все узнать? Во-первых, узнать либо у тех людей, которые там уже сейчас живут и не первый год, а также есть еще один способ – это подписаться в группах на фейсбуках, найдя по городу. Например, если касается города Гданска, то, конечно же, вы можете узнать у меня, как это все происходит, либо же просто написать в фейсбуке «Подслушано в Труймяста», «Наши в Труймяста», «Русскоязычные в Труймяста». В общем, этих групп очень-очень много, и вы можете, конечно же, найти там многие ответы, но я вам также советую, что на фоне таких вот ответов, которые вам пишут в фейсбуке либо вообще в какой-либо социальной сети, немножко их фильтровать, потому что на тысячу комментариев только два реально правильных и конструктивных. Все остальные – это просто «а я», «а то», «а он» и так далее. То есть в итоге после таких комментариев у многих людей появляется каша в голове, и опять ничего не понятно. Если касается других городов, то вы просто вписываете в Ротслав, например, Познань и находите актуальные группы, желательно смотрите, где эти группы активные, а также где больше подписчиков. Пишите там свой пост, задавайте вопрос актуальный, правильный, потому что от заданного вопроса и льются как бы ответы. Если вы плавающие задаете вопрос, то у вас будут плавающие ответы. Поэтому желательно перед приездом на территорию Польши в какой-либо из городов, если вы решаетесь остаться здесь на максимум долго и подаваться на карту временного побыта, тогда уточнить перед приездом детально, что касается данного города, о подаче на карту временного побыта. Ходит такой миф, ну как, это не миф в принципе. Раньше было так, что податься на карту временного побыта, вам нужно будет отработать 90 дней, после этого уже подаваться. В данном сезоне, в данном году, можно так сказать, вы можете подаваться на карту временного побыта с самого первого дня легального пребывания на территории Польши до самого последнего дня легального пребывания вашего на территории Польши. Что касается первого пункта подачи на карту временного побыта от самого первого дня легального пребывания здесь, то это все актуально, это все нормально. И как наибарди, я вам всегда советую, что как только вы въезжаете в Польшу, максимально собирайте пакет документов и сразу же подавайтесь на карту. Либо же, как я вам сказала в первом пункте, сидя еще дома, регистрируйтесь на определенную дату, приезжаете, собираете документы, подаетесь, и это уже плюсик вам. Что касается второго пункта, я имею в виду подавать на карту временного повыта в последний день вашего пребывания, это очень сильно рискованно. Потому что, во-первых, не всегда могут принять у вас документы, во-вторых, если вы будете подаваться, то это большая, огромная живая очередь, и если вы только опоздаете на один день вашего легального пребывания, то вас могут депортировать минимум на полгода. Я думаю, это никому не нужно. Как я вам сказала, даже если вы уже прибываете на территории Польши и собираетесь подаваться на карту временного повыта, узнаете, есть ли в вашем данном городе делегационные ужинты, где можно податься на карту временного повыта. Что я имею в виду? Например, в городе Варшаве можно податься на карту временного повыта, то есть на ВНЖ в самой Варшаве. Но в Варшаве есть еще несколько городов, в которых можно как делегационные ужинты, где можно тоже подаваться, так как подача и очередь в самой Варшаве длинные. Что касается, если вас интересуют трюмясы, то у нас здесь делегатуры в основном практически нет, только существует она в одном городе, это в городе Слупск. То есть если вы там живете и хотите податься в морское воеводство, то вы можете подать документы в Слупск, потом они идут в Гданск, и только после этого они там рассматриваются. Но это тоже возможно, потому что там небольшое количество людей прибывает, и туда можно тоже подать документы. Чтобы рассмотрение вашей карты временного повыта прискорилось как можно быстрее, здесь нужно собирать максимальный пакет документов. Что это означает? У меня было видео о том, как заполнить внесы, какой список документов нужен для каждого члена семьи. Так вот, и собирая по данному списку, который я вам оставила, собирая максимум информации, вы можете этим самым прискорить свое дело. Смотрите, я вам еще скажу так, что чем дольше вы наносите каждый документ, чем дольше вы там переезжаете, получаете умову на мешкание, какие-то там договора, разрешения на работу, от этого все и влияет ваше рассмотрение дела. Поэтому, когда вы у меня спрашиваете, а можно собрать пакет документов без страховки, а потом донести? Конечно, я вам всем пишу, конечно, можно. Но чем дольше вы будете доносить каждый документ, тем дольше будет рассматриваться ваше дело. То есть, все легко и просто, как 1 плюс 1 равно 2. Поэтому желательно перед подачей собрать максимум документации, которая связана с вашим побытом на территории Польши. В связи с этим у вас будет намного быстрее рассматриваться дело, и вы сможете уже добиваться больше правды и добиваться каких-то ускорений по вашей карте. Следующим вариантом это касаться будет, наверное, только тех людей, которые знают 100%, что они подали на карту временного опыта все документы, они уже сдали отпечатки пальцев, получили печать в паспорт, то если в течение 4-5 месяцев нет никакого ответа, то вы имеете право написать по наглению, либо же в шиспешении вашей справы о выдании ДЦЗИ. Эти документы вы можете писать и как от руки, так и печатать и отправлять заказным письмом в сам ужин. Желательно это делать с подтверждением письма, чтобы вы получали обратку с этого ужин, так как да, у вас приняли эти документы. После этого в течение 2-х недель ужин обязан вам выдать, но не ДЦЗИ, конечно, это очень хотелось бы, но хотя бы решение по вашему делу. То есть на каком он этапе находится, либо каких документов не хватает. Пример такого поднагления я вам оставлю в инфобоксе в виде документа, либо же я посмотрю, как это сделать, где вы можете скачать и переделать под себя. Ну и, конечно же, одним из правил, о котором я вам всегда говорю, вам нужно напоминать о себе. Если вы подали на карту временного опыта, получили уже печать, сдали отпечатки пальцев и просто сложили ручки и ничего больше не делаете, это неправильно. Помните, что каждые 3 месяца вы должны доносить актуальный ЗУЗ. Даже если вы работаете на одной и той же работе, вы все равно должны это делать. Если вы приносите актуальный ЗУЗ каждые 3 месяца, значит, дело ваше приспешается. Это раз. Во-вторых, желательно каждые 2-3 месяца приходить в ужин и говорить всем «Здравствуйте! А что с моим делом? А когда будет уже ответ?» и так далее. Добиваться встречи с инспектором, а также добиваться того, чтобы смотрели ваше дело и переносили с папочки из-под низа на папочку вверх. То есть, как бы такое смешное утрирование ситуации, но оно реально играет. Потому что чем дольше ваше дело будет лежать на низу, тем больше будет дело ложиться на него сверху. И если вы о себе не будете напоминать, то просто оно будет дальше лежать и лежать, и не дай бог еще что-то потеряется из этого дела. При этом я еще вас также хочу предупредить, что желательно подавать копии документов, а оригиналы хранить у себя. Да, и как я и вам сказала, случаются ситуации, когда ужин теряет какой-то документ, и если он потеряет оригинал, то вам будет намного тяжелее его достать. В плане каком? Вы, конечно же, его получите, этот оригинал, вы найдете, возьмите уропододателя, сделаете перевод еще раз, но это, во-первых, затратно, во-вторых, это длительный процесс, а в-третьих, это то, что если у вас оригинал будет дома, вы просто делаете копию и отдаете сразу же инспектору. Если же вы понимаете, что ваш инспектор просто реально оттягивает ваше дело, то есть у вас уже все есть, уже все принесено, уже, ну, там уже не к чему придраться, тогда я вам советую писать жалобу. Жалобу сначала к керовнику отделения, то есть к начальнику отделения. Если же и это даже уже не помогает, тогда писать жалобу к воеводе. И поверьте мне, я слышала уже много ситуаций, в которых это реально действует. Я не говорю о ситуации, когда рассматривается ваше дело 8 месяцев, особенно это касается троймяста. Если же здесь минимум год рассмотрения, тогда это нормально. Но если же ваш процесс длится уже 2 года, 3, не дай бог, то это, конечно же, уже переходит все грани возможностей, поэтому лучше всего жаловаться сначала к начальнику отдела, а потом уже, если это не помогает, к воеводе. Что же делать, если вообще ничего не помогает, и уже 2 года рассматривается ваше дело, уже есть все документы, есть уже все основания, но все равно что-то затягивает вас в процесс, тогда уже нужно приходить к самым крайним мерам, это к судебному разбирательству. Конечно же, когда происходит судебное разбирательство, это ваши затраты, вы за это платите деньги, но если суд признает ваше дело позитивным, то есть положительным ответ даст вам, то вы можете получить компенсацию. Я думаю, многие из вас, которые находятся здесь на территории Польши, подписаны на разные группы в Фейсбуке, либо же в Инстаграме, уже слышали в таких пару ситуаций, пару историй, даже в городе Гданске, где получают люди компенсацию 5000 злотых и выдают им положительную уже децизию на 3 года по Венже. Таких случаев мало, и не скажу, что каждый второй это делает, но, во-первых, это затратно для вашего кошелька, и, во-вторых, это никогда не даст 100% гарантии, что будет у вас положительный ответ, а если вы уж сильно кого-то затенете, то это может быть также принести нехорошие последствия в будущем для последующих ваших подач на карту временного повода. Поэтому на самом деле все возможно, все зависит именно от вас. Конечно же, ужин отчасти неправ, и многое, что происходит очень медленно, из-за того, что у них там маленькая заработная плата, и вечно идет рекрутация, кто-то на больничном, то вечные праздники в Польше, это все оттягивает дело, но помните тот факт, что от вас тоже очень многое зависит. Если вы не доносите актуальные документы, не напоминаете о себе, то ваше дело будет длиться, длиться, и рассматриваться, и рассматриваться. И здесь будете виноваты только вы. Что еще касается карты временного попыта, я вам дам один совет. Если вы не собираетесь оставаться здесь на постоянку, либо же не собираетесь на данный момент перевозить сюда семью, то берите просто разрешение на работу работодателей, освещение либо зазволение, выезжайте в свою страну, делайте визу в течение 2-4 недель, и возвращайтесь обратно. Да, это все считается для 5 лет, и уже когда в течение 5 лет у вас так насобираются, ваше время пребывания на территории Польши, уже, конечно же, тогда желательно податься на карту резидента. Если вы хотите, конечно же, остаться в Польше. Если вы не собираетесь оставаться в Польше, либо же вы знаете, что ваш работодатель делает зазволение типа А очень быстро, и вам не составляет труда выезжать в свою страну, делать визы, тогда не занимайте эти очереди в ужин, ну, вам тогда это нету смысла, катайтесь просто по визам годовым, и так намного ускорит процесс. Если вы уже собираетесь сюда перевозить семью, тогда да, я понимаю, в этом случае, конечно, желательно податься на карту временного повода, и да, вы у меня многие спрашиваете, что правда ли, если мой муж не получил еще карту временного повода, то мне нельзя подаваться на карту по воссоединению, либо же по другим обстоятельствам с ребенком. Так вот, я вам скажу здесь, что это неправда, вы можете с первого дня подать на карту временного повода все вместе, даже если только муж у вас работает, а вы нет. Главное, это финансовый достаток вашей семье, тогда вы сможете податься на карту. Критерии дохода я вам оставлю в инфобоксе, также подписывайтесь на мой инстаграм, там тоже актуально много информации, я вам выставляю, пишу много для вас постов, которые на данный момент актуальны. На этом сегодня у меня и все, надеюсь, видео для вас было информативное и полезное, с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok